Не хотим, да. Потому что иногда вот жалуются руководители, что мы там никак не можем найти общий язык, да, у нас там расхождение, руководители среднего звена считают по-другому, от которых, как мы помним, все зависит, да. Иногда нижний уровень персонал, ну, принимающий какие-то решения менеджера, они как-то бузят, да. И вот свод — это такой неплохой способ. Лидерство выдержка, да. Лидерство... Относительно, правильно? Нет. Мы можем быть более крупной компанией, а нести более крупные решения. Так это лидерство в издержках. Это либо ваша сильная сторона, либо нет. Собственно, вы можете нести все, что угодно. То есть, рассматривать не с позиции относительно нашего размера? Нет, конечно. Лидерство в издержках, простите, предполагает исключительно следующее, что одна и та же операция или одна и та же продукция или одна и та же услуга нам обходится дешевле, чем конкурентам. А размер компании, простите, здесь вообще не играет никакой абсолютно рояля. Ну, зачастую лидерство в издержках возникает при эффекте масштаба, мы говорили, да, но, собственно, это не обязательно. Можно иметь масштаб и не иметь лидерство. Это как раз несложно. Ну, какие издержки, как раз? Понимаете, ну, мы не можем сейчас залезть в систему вашего бухгалтерского учета, в систему директ-костинг и определить, как вы определяете прямые косвенные издержки и как вы обсчитываете себестоимость. По факту, уж извините, да, цитируя Жванецкого, очки есть или их нет? То есть у вас есть лидерство или у вас нет лидерства, да? Я надеюсь, что вы просто не будете сами с собой лукавить и добиваться лидерства от того, что заносить на себестоимость не все издержки, а остальные куда-то там не показывать. Да, это согласитесь, что это просто самообман, поэтому такими вещами вы, скорее всего, заниматься не будете. Ну, нет ответа, ставьте вопросительный знак. Для чего лидерство в издержках, следует ли объяснить? Ценообразование, да, если мы имеем преимущество по издержкам, значит, мы можем теоретически использовать, например, ну, если не говорить демпинг, то, по крайней мере, ценовое давление. И тогда мы не обанкротимся, да, возможно, мы за счет этого захватим более широкую группу. Нам, возможно, это и не надо, да, но мы это можем сделать. Кроме того, если конкуренты начнут ценовую войну, имея лидерство в издержках, мы в ней имеем шанс выиграть. Самое страшное, как это на рынке делают, просто снижают цену в ответ. Да, если снижают, бог с ним, иногда в убытки влетаем. Я как бы с вчерашнего дня в конкурентах могу задать. Так, так, задайте вопрос, очень хорошо. Можно я вас сказать? Да, конечно, пожалуйста. Да, рисуйте. На рынке существует три компании. Так, если можно, вот так встаньте, что-то камера все-таки интересная. Так, так, так. И еще, извините, совет, берегите, рука всегда, вот, я так ни одну одежду испортил, поэтому... На рынке существует три компании. Одинка, два, одинка. Так. И существует несколько прорывов. Так. Которые, в первую очередь, проявляются приблизительно одной группой заказчиков. Так. Продукты категории А. У одного есть продукты А1, у второго есть продукты А2. Так. Эксклюзивные продукты в третьей компании, в частности, в моей. В этой категории нет. Эта категория закрыта законом, я, в принципе, захочу ничего не раздумаю. Так, понятно. Форточка, когда они присылали, я одну из двух. Так, понятно. Существует продукт группу B. Да. Значит, B1 есть у всех. B2 открыт только здесь и здесь. Так. И, скажем так, есть B3, которые взят компании в отместку, потому что у нее нету B2. А вот так вам, да? Ну, он хуже. Да. Он реально хуже. Так, сейчас, простите, помечу, что условно B. Так. Значит, если мы возьмем категорию C и D, они не являются принципиальными, проявляющими. Почему? Потому что распределение денег, скажем так, в обороте, это где-то 50% здесь. Да. И 40% здесь. Понятно. Вот. Значит, по продуктам B1, это компания Лидер. По продукту B2, это компания Лидер. Так. Являются ли компании К1 и К2 конкурентами в этой ситуации в условии того, что они сегодня полностью увлечены вот этим рынком и бьются здесь вот, как бы, насмерть перед тем, как клиентов друг друга, а компания К3 этот продукт, вот этот продукт… Вообще игнорируют? Нет, кладем для ассортимента и видеть. Так. Там, кто надо, мы закупаем здесь и кладем. При этом, что происходит? Поскольку они здесь бьются, и это законодатель не регулируется, и это большее деньги несет. Да. Стратегии той и другой. Направлены на вот это. Направлены на это, и в поведении их в регионах такое. Будет все отходить здесь. Отключим продукта. Отключим газ, да. Так. Ну, помните, бриллиантовая рука, да? Не будете брать, отключим газ. Рассматривать ли в этой ситуации эти компании конкуренты, при условии того, что их битва немножко на любом поле, а на том поле, на котором я могу присутствовать, я вообще могу. Итак, присутствую. Я еще буду. Да. Значит, это зависит от ответа на несколько вопросов. Первое. Интересует ли вас их поле? Вот это поле? Да. Оно для меня закрыто. Оно для закрыто. Ну, тем не менее, да? Значит, то есть, а те клиенты, а как распределяется доля клиентов? Или вы просто одних и тех же клиентов поставляете раз? Одних и тех же клиентов. Понятно. Поле абсолютно одно и то же, их там порядка 400 в России. А значит, по ресурсам, обратите внимание, следующий ресурс. По ресурсам они сильнее вас или слабее? Сильнее. Сильнее. Намного радикально или так? Ну, закрытость государства позволяет ему быть сильнее и сильнее. Ну, это так, сильнее так, типа серьезно, если что, да? Типа серьезно. Видите, тогда, скорее всего, но это, опять-таки, достаточно поверхностно, я бы на всякий случай поглядывал бы за ними, потому что получается так, отобрать мы у них ничего вроде как не можем, да? Но какая существует опасность? Ответьте сами. Какие можно обратиться с глядома? Ну, по идее, я не знаю, там нет ли каких-то неизвестных мне факторов, которые вы скажете, что это нет. По идее, раз они обладают большими ресурсами, да, к примеру, они могут развернуться и посмотреть на продукты B. И обладая определенным, как вы говорите, преимуществом по продуктам А и так называемой возможностью портфельного шантажа, ну, когда вот я имею какую-то Кока-Колу, да, и если вы у меня не возьмете жвачку Дирол, там, или я не знаю, что-то еще, или квас очаковский, я вам скажу, ребят, Кока-Колу будете получать на 10% дороже, да, вот по этой цене. По идее, мы понимаем, что они, если вдруг поумнеют теоретически, там, или обзаведутся чем-то, да, то они могут, наверное, направить свое просвещенное внимание вот сюда, и обладая определенными ресурсами, создать им какой-то геморрой долгоиграющий. Причем проблема атаки всегда в том, что даже если они не захватывают рынок, они часто его портят. Ну, например, имея здесь определенные преимущества, они начинают демпинговать в плохом продукте, теоретически. Я сейчас так абсолютно вальяжно позволяю себе своего блудить, неизвестно, какую тактику они воспримут, и я не знаю специфику бизнеса. По практике очень часто клиенты не забудут, какой дерьма не отличают, цитирую Филатова, да, и продукт дешевый, ну, его можно сделать настолько дешевым, что все будут наплевать на качество, тем более, что еще никто не сказал, что я продаю некачественный продукт, да, и когда три компании кричат у нас качественный, у вас по-настоящему качественный, а у них нет, но зато дешевый, плюс они имеют возможность давления, теоретически, опять, сугубо теоретически возникает возможность у вас выдавливания откуда-то.